Тема доверия к себе во многом перекликается с темой доверия к своим чувствам. Но в этой главе мы расширим угол обзора и поговорим о важности отделять собственную оценку себя от оценки других, которая обычно подаётся под соусом «Срочно починись, ты какая-то неправильная». И часто завязано на желании нам что-нибудь продать, чтобы помочь стать лучше. Показательным для меня стал случай, когда я пришла в салон подкорректировать брови, выщипать отросшие волоски, а мне предложили их ещё и покрасить, потому что они у меня неправильной формы. Тонкие, а такие сейчас не носят. Спасибо, говорю. Не надо. Мне они очень нравятся, я их люблю. Кажется, я даже услышала, с каким хрустом треснул шаблон у мастера в голове. В салонах красоты не привыкли слышать от женщины, что она чем-то в себе довольна. Однако, как писала Наоми Вульф, нельзя ожидать от верующего поддержки церкви, если он не считает себя грешником. И точно так же, от женщины, которая не чувствует себя ущербной, нельзя ожидать траты денег на свой ремонт и восстановление. Иногда я слышу о каких-то практиках, вещах или услугах и искренне думаю. Хорошо, что мне не нужно. Не «блин, денег нет попробовать» или «чёрт, времени нет заняться», а именно так «хорошо, что мне не нужно». Только вслушайтесь, как здорово звучат фразы «у меня всё есть» и «мне достаточно». Какой приятный у них привкус уверенности и устойчивости. Как много внутри рождается благодарности за то, что все важные элементы вашего мира на месте. Возможно, эта целостность не видна окружающим. Что? У тебя нет детей, квартиры, мужа, стабильной работы, попы как орех. Но зато вы её ощущаете каждой клеткой. Ведь даже когда у вас чего-то нет, у вас всё равно что-то есть. Да хотя бы пространство для манёвра. Нет дома – есть дорога. Нет дороги – есть дом. А если ни дороги, ни дома нет, есть выбор. Хорошо, что не нужно стараться в это поверить. Хорошо, что не нужно, чтобы в это верили другие. Хорошо, что в этом можно просто жить. Со мной всё в порядке. Спасибо. Насмотришься иногда рекламы и ходишь под впечатлением. Как многое из того, что тебя не волнует, представляется делом первостепенной важности, если ты хочешь считаться нормальной женщиной. Накраситься, загореть, придать глазам выразительность, накачать губы, убрать целлюлит, раскрыть свою сексуальность, пробудить в себе богиню. Подобная принудительная примерка проблем напоминает мне, как на заре моей юности продавщицы на вещевом рынке выхватывали из толпы покупательницу и прикладывали к ней страшную китайскую кофточку со словами «Ты только посмотри, как тебе идёт! Какой ты становишься в ней красавицей!» Тут противно всё. И бесцеремонность вторжения в личное пространство, и тыканье, и непрошенная оценка, и метод лома. Что можно делать, если вам пытаются что-либо продать, причём не только в сфере услуг, но и просто по жизни, под видом профессиональной рекомендации или назойливого совета? Отвечать? Спасибо, я знаю, чего хочу. Я уже приняла решение, спасибо. Вы не обязаны ввязываться в small talk, спасать кого-то от скуки, помогать выполнять план продаж или поддерживать чужое чувство значимости. Это не ваша задача. Класть трубку, не дослушивая до конца, если речь идёт о продажах по телефону, и на той стороне явно не готовы считаться с отсутствием у вас времени и интереса к беседе. Вежливость в данном случае бесполезна, и лишь продлить страдания от потока бессмысленной информации. Пользоваться ломающей шаблоны волшебной формулой «со мной всё в порядке, спасибо», благодаря которой можно ввести продавливающую сторону в ступор и выиграть время, чтобы завершить дела и уйти. Ваше «мне не нужно» самодостаточно и надёжно. Произнося эту фразу, вы не кокетничаете и не играете в игру «попробуй меня переубедить». Не пытаетесь никем манипулировать, а значит, по закону справедливости, имеете право требовать такого же отношения к себе, без насилия над волей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok